Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Лего Брикмастер и сегодня я вам покажу как, собственно, выглядит письмо и посылка от самой компании Лего. В этом видео я вам подробно расскажу, как это происходит, где это заказать и как это вообще происходит. В общем, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Ну, а я не буду вас затягивать. Поехали! Итак, собственно, вот как выглядит сама посылка. Ну, в ней нет ничего такого прям примечательного. Я адрес, если что, замазал. Ну, кому нужна моя личная информация. И, да, она сделана полностью из перерабатываемой бумаги. Да, с первого раза и не скажешь. Ну, она на вид такая дешевенькая. Ну, как дешевенькая такая. Сразу видно, что это из такой бумаги. В общем, нам особо посылка это не нужна. Ну, как посылка. Сам пакет. Поэтому будем открывать и смотреть, что там внутри. Сразу говорю, я открывал, приоткрывал чуть-чуть. Именно для того, чтобы замазать информацию. как бы больше остального я ничего не смотрел. Даже письмо не разворачиваю. Почти. Ну, вы поняли. Так. Собственно, само письмо. Если что, это немецкая служба доставки. Так, сейчас камеру поправлю. Информация тоже тут замазана. Я на всякий случай. Ну, короче, тут все понятно. Добрый день. Сейчас перебью. Да. Добрый день. Мы сожалеем, что в вашем наборе потерялись кубики и так далее. Пустины. В общем, они приносят извинения за то, что если в вашем наборе были потеряны, ну, как бы это сервис для того, чтобы ты при открытии набора потерял кубик. Но вообще так тоже можно. В общем, и в конце написано, как бы, хорошие игры вам и так далее. В общем, показано тут детальки, которые я заказал. Думаю, на бумажке их никому не интересно смотреть, поэтому сейчас посмотрим их в реальности. Если что, за это вообще бесплатно все. точнее, да, за каждую детальку вообще нет цента. Мы спросили, как бы это техподдержка и сервер стоит бесплатный. Причем, я удивлен, что оно пришло буквально как за неделю, я просто не знаю, я не считал дни, но оно очень быстро пришло, то есть в срок. В общем, письмо у нас такое хорошее, письмо нормальное. Что про письмо могу сказать? Я не оцениваю письмо. Письмо как письмо. Что ж, я его отложу туда вот, тоже в сторонку. И посмотрим сами детали. Сами детали у нас выглядят, точнее, сам пакетик, вот так вот. Это по сути эксклюзив, ведь такие пакетики бывают только в техподдержке. и когда вы заказываете детальки и потерявшись, напоминаю, это бесплатно, то вы мало то, что получаете нужные вам детальки потерянные, так еще и классный зип-пакет. Это не одноразовый, чтобы вы знали. Это точно зип-пакет, который можно использовать вообще куда угодно. И это большой плюс. В общем, сейчас посмотрим на детальки, которые я заказал. А в конце я покажу или не в конце, не знаю, покажу для какого набора я их заказал. Итак, что я заказала? Ну, тут вообще мало очень, как бы, мне особо многое не надо было, потому что у меня пару издалей. Я заказал две вот таких вот длинных пластины. Мне не нужны были, потому что у меня в этом наборе есть два пусковых механизма и они не работают. И как раз почему они не работают, потому что у меня там были короткие стояли, как бы я заменил этот набор короткими. И мне нужны были длинные. И я когда узнал про этот сервер, то сразу заказал детали. Правда ошибочка вышла. на одну нужно две, а я заказал всего две. То есть мне нужно еще две таких. Я просто по привычке заказал две, думая, что у меня так и должно быть. Но мне как-то лень еще раз заказывать. К тому же у меня есть необходимые длинные детальки. Поэтому да. Также я заказал техник крепления вот такой для механизма, чтобы он работал, потому что у меня второй просто болтается без этого крепления, не работает. Да. И вот такой вот два на два кирпич для того, чтобы он держал бок постройки, потому что у меня в одном боку есть такой кирпич, а в другом нет. И как бы у меня постройка сама не держится особо. В общем, да. Так, по деталям хорошо. так, ребята, секунду, как я и говорил, я сейчас покажу, от какого набора мне именно не хватало деталей. И прям в этом видео мы его с вами восстановим. Поэтому сейчас, через мгновение для вас, я найду инструкцию, которая у меня где-то там завалялась, и сам набор. И сможем его восстановить. Поэтому поехали. Так, в общем, я вернулся, и да, я быстро нашел набор с инструкцией. Ну, дело в том, что он у меня просто как бы стоял в коллекции. У меня специальный контейнер, ну, не контейнер, а коробочка. Да, блин, бокс, да. Большой такой бокс, примерно вот такой вот в ширину стало. На камере это не так хорошо видно, а в реальной жизни он бы выглядел побольше немного. Так вот, у меня там есть наборы, которые я не ставлю себе на полку, а, то есть, они там хранятся у меня. Как новые, так и старые есть. И как бы в полном почти комплекте. У меня есть два набора старых там из Ниндзяга в полном комплекте. Да, я коллекционирую нового Ниндзяга, но именно я говорю сейчас про старые. У меня два набора, а именно битва кола на арене, не на арене, а такой мини-набор на лавовой горе какой-то. Там была нефритовая коса с квинком. И гигантский набор, ну как гигантский, большой, из пилотного сезона, один из самых первых. Вот такой вот большой джип. А знаете, что я вам рассказываю? Сегодня я также вам их покажу, чтобы вы знали. В общем, вот сейчас уберем сторонку. Это все беспорядок. И вот он сам набор. Да, некоторые не верили, что у меня есть старые. Ну как некоторые. Я сначала подумала, что вы можете не поверить, что у меня есть старые наборы, но не суть. Упаковку мы убираем, детальки мы с пакетиком оставляем. А письмо мы тоже убираем. Итак, получается, я вам покажу просто сначала храм, чтобы вы знали вообще, как он выглядит в реальной жизни. Это оригинальный полностью у меня. Почти все легло у меня, кстати, только оригинальное. Почти. На детстве у меня было много китайского. Я планирую потом разобрать его все в наборы цельные и воссоздать заново все мои китайские наборы, которые были. в общем, вот такой вот классный зейн. Я вам просто так показываю еще раз, чтобы вы знали, как он выглядит. У него есть посох вот такой вот, посох серпентинов, по-моему, гипнопраев, или фэнк-пайф, я не помню. Лицо у меня тоже неправильное. Это лицо Аджейя. Но оно смотрится так, как будто бы это Азейна, да. Поэтому никаких вопросов. Лицо я почему не заказал, потому что его там не было. Я его заказывала вместе с этими детальками, но оно мне не пришло, потому что работники даже альтернативную замену не смогли найти. Хотя я когда смотрела набор по Маяку с Нодоканом, почему-то лицо не у них было на складе. И можно было заказать. В общем, вот так он выглядит. Вот так вот, извиняюсь, вот так вот он выглядит. Принты хорошие, красивые. Золотая маска, точнее, позолоченная маска. Золотые наплечники, от которых я раньше просто обалдел. Крутейший, как для меня даже сейчас, держатель и для катан, и для мечей. Сзади принты тоже есть. Ну, и фигурка хорошая. Я бы просто дал посох, хотя посох должен быть вот тут вот. Вот тут вот у змеи. Якобы он держит его. И там с листью что-то яд все дела. Ну, как кто хочет. Это один, по-моему, из самых первых наборов по Индзяга. Даже когда по Либайне ходили, он почти наряду с первыми. Но не первыми, а именно пилотный, многие считают не первыми. Да, пилотный это первый набор Индзяга, а это первый набор, извиняюсь, не первый набор вообще в Индзяга, не один из первых наборов Индзяга, а набор в первом сезоне Индзяга первый, почти. Да, первый, по-моему, набор. Поли Бейки после него выходили, или до него, не важно. Инструкция, как от него выглядит. Инструкция, кстати, можете просмотреть вот в таком вот желтом стиле. Я обожаю этот стиль. Инструкция понятная. Вот за что я люблю старые инструкции, в них много всяких... Вот посмотрите, постер, классная Индзяга, идеальный, просто мне чем-то даже аниме напоминает. И вы просто посмотрите. Здесь прямо в инструкции есть страница для коллекционирования оружия. И тут показаны все виды оружия, которые были в Индзяга. Ну, по крайней мере, в первом сезоне и тогда. То есть, это как бы ты собираешь коллекцию с оружием. И это очень классно вообще. Почему Лего сейчас такое не делает? Мне непонятно. И да, можете рассмотреть, можете сделать скриншот или сфоткать как-то кому надо. Вот старые наборы, вся линейка. Без полибегов, потому что не помню, когда Лего вообще. Лего никогда не добавляли полибеги в инструкции, именно в вкладыше. Да, Дар Судьбы самый первый. И да, вот он мой самый, да, он самый первый набор из первого сезона. Вот он. Ну, в принципе, многие считают первый сезон все-таки первым сезоном и считая это первый набор ниндзя, может быть. Вообще, что еще интересного в этой инструкции? Да, все, в принципе, да. А, да, и раньше были более цветные такие, не как сейчас стандартные, а как бы пройди опрос и получи набор какой-то. Ну, там не так уж и легко получить. Я пробовал, я говорила на своем опыте, там нужно миллиард попыток это делать, точнее, миллиард, миллиард раз это пытаться сделать, чтобы тебе что-то получить. Не важно. В общем, пройдем сейчас к восстановлению. Я вот думаю, мне этот набор разобрать, либо мне его просто как бы некоторые куски, не куски, а детали отсоединять, вставлять и потом... Да, думаю, лучше отсоединять, вставлять и потом делать это. В общем, сначала мы, наверное, снимем вот эту вот эту голову. Кстати, голова принтированная, сам набор я вам хотел показать, прежде чем восстановить его. Очень классно сделано, как бы с листью, вот эта вот гениальнейшая постройка, и тут, кстати, в этом наборе очень много вот этих прозрачных пластин токсичного цвета, и очень мне это нравится. Вот такая вот классная золотая, причем, держатель, две классные змеи, я потом вам, они используются как оружие, и как враги, и еще как снаряды, я вам покажу. Хотя вы на инструкции, наверное, уже видели. Да, они используются как снаряды, и сейчас я вам покажу, какие недостатки есть у этого набора, именно из-за отсутствия деталей, и как это можно заменить. В общем, поехали. Для начала мы уберем змей. Змея у нас будет тут. Снимем голову. Вот так выглядит она, кстати, снаружи. Ой, повалились все детальки. В общем, да. Давайте лучше в удобный вам ракурс переведу. Попытаюсь сделать это. Да. Отсоединяем. Итак, что я первое хочу заменить? Сейчас мы отсоединим свои пластины, и вы сами увидите, что именно мне так не нравится здесь, и что я хочу поменять. Ну, точнее, не поменять, а еще раз скажу восстановить. Да, вот так вот выглядит внутри. И первое, самое простое, что я восстановлю, вот, вот вы видите, да, это именно вот этот уголок, который я заказывал. Здесь он есть, и он нужен для того, чтобы, как бы, держать постройку. Нет, она не валится, она не разваливается, из-за этого, но она хрупкая, и это смотрится как-то не несуразно, в том смысле, что нет одной детальки, и все наборы, как для меня, без деталек, некоторых смотрится как какие-то поломанные, что ли, утерянные наборы, не знаю. В общем, так, в общем, так. Да, видите, здесь нет этой детали. Здесь как раз этой детали нету. Здесь есть? Давайте, камера фокусируется. Здесь есть это, а здесь нету. Сейчас посмотрю, как это должно быть, и восстановлю. так, это должно быть так вот. Да? Не ошибаюсь? Нет. Да, это должно быть именно так. Отлично, теперь у меня есть, ой, блин, лампа. Теперь у меня есть верх, который восстановлен. Да. Что-то я слово теряюсь. одно из главных проблем этого набора, что мешало им стать игровым, именно мне, как большая функция, почти, наверное, основная игровая функция здесь, это как раз метание змей. Вот, из, вот этих вот. Вы сначала подумайте, как их метать? Они же вообще могут не держаться. Ну да, их можно метать. Сейчас проверим даже. Сейчас положу. Блин, это одно, задание уже какое-то сложно положить туда змею. Блин, она ползет, как какая-то, я не знаю. Видите, она не пускается. Из-за чего? А из-за того, что в наборе нужны вот такие вот детальки. И нет, инструкция правильная, там показаны именно длинные детальки. Но у меня их попросту не было. И мне пришлось заменить на вот такие вот коротенькие. Видите, насколько оно меньше этого? Поэтому я по ошибке, как я уже говорил, ранее заказал заказал две таких, а нужно четыре. То есть, еще две таких. Но я знаю, у меня есть более короткие такие детали, и если добавить к росту этих деталей, еще такие же, некоторые маленькие, то получится, да, я думаю. Поэтому нужно будет их заменить. Но одно из последних, именно таких маленьких, небольших, видите, вот это вот? Видите, вот этот вот пусковой механизм? Он не болтается, и он держится ровно. А теперь вы посмотрите на вот этот. я ничего не откреплял, не отгибал, не отжимал детали, посмотрите. Он болтается сильнее, чем тот. Я не знаю, она почти никак не влияет, хотя нет, влияет. Оно из-за этого становится медленно запускать, запускать это. Посмотрите, видите, видите, вот это вот в кубике торчит, это именно техник крепления. И оно есть в этом механизме, вот в этих двух кубиках, по две штуки. А вот в этом оно есть, а во втором нету. И именно поэтому я и заказала эту деталь, и наконец-таки я смогу ее нормально восстановить. Так, давайте уже, блин, отлетают листики. Так, друзья, у меня сейчас такая смешная ситуация произошла, и в тот же момент я извинялась за то, что видео резко оборвалось. Дело в том, что у меня закончилась память на телефоне, и у меня автоматически видео выключилось. А я каким-то образом этого не заметил, и спокойно начал тебе говорить и продолжать строить. я к сожалению сейчас не могу заново это делать. Я вам покажу как я сделал. Как я раньше говорила, у меня всего две вот таких полоски вместо четырех, потому что я по ошибке заказал две. Я планирую сейчас взять вот эти вот две полосочки, прикрепить, и добавить еще две таких вот черных, два вот таких вот черных талика, чтобы доделать механизм. а потом полностью собрать набор, показать вам мои старые и закончить на этом видео. В общем, сейчас я найду эту пластину и как только я ее найду, я вам покажу. Итак, спустя мгновение, буквально для вас, а для меня где-то пару минут, я вернулся. Я нашел эти две, точнее два талика, постоянно говорю две. вот, фокусируйся. Вот, я хочу скрепить их этими детальками, я не нашел других, у меня только такие есть, аутентичные более к цветам, таких вот обычных каких-то кожаных цветов или песочных у меня, к сожалению, нет. В общем, будем восстанавливать второе, второй, второй механизм пусковой. Итак, мы возьмем два тайлика и прикрепим к ним, да, вот, прикрепим к них, к них, к ним. В общем-то, так, ребят, я сильно извиняюсь, у меня неполадки с памятью на телефоне и камере, у меня часто обрывается видео, сейчас, я не знаю, из-за чего это, из-за того, что память, скорее всего. В общем, наборы, наверное, не удастся показать, мои старые, для них я сделаю отдельное видео. Продолжение следует...